Платье из газет, костюмы из компьютерных дисков, пластик, картон и многие другие материалы, которые могли бы стать мусором, но получились раз на вторую жизнь на конкурсе «Экомода». Идея создавать аксессуары и одежду из ненужного не на ванну в Новосибирске только обретает популярность. Единственное условие – создать образ полностью из сторсерия. Сегодня день переработки – это символично. Такое мероприятие, которое направлено в первую очередь на детей, которые показали, что из вроде как привычного мусора можно сделать интересную, как поделку, да, по сути это поделка, своими делами, своими руками, и это еще и стильно. Помимо самих работ, все участники подготовили какие-то истории. Видно, что ребята именно прорабатывали тему, вникали вглубь, что такое переработка, как это делать. В костюмах из сторсерия на работу, конечно, не сходишь, но вот на подиуме можно произвести впечатление. Например, этот костюм полностью экологичен, он сделан из файлов, причем не использовали даже клей. Элементы сплавлены с помощью горячего наконечника клеевого пистолета. Я создала особую технику, при которой файлы не нужно крепить клеем, нужно просто приплавить их клеем пистолетом и все. Очень много людей, которые создали из пакетов, из ложек, вилок, тарелок и все остальное. А до файлов еще никто не додумался, потому что я участвую уже второй год подряд. Это шляпа еще с прошлого года, и в прошлом году никто тоже не додумался делать все из файлов. Как член жюри я обращаю внимание на критерии оценки, которые уже сформированы. Это как раз оригинальность, это возраст участника, это театральность самого выступления. То есть все тайны я вам раскрывать не буду, но есть целая методология оценки. МОПСАХ является постоянным партнером различных экологических мероприятий, акций, мастер-классов. И мы считаем, что именно такие мероприятия могут обратить внимание жителей город на проблему экологии. На каждой контейнерной площадке практически установлены емкости для разделенного накопления. И все, что нужно, это просто отделить все, что можно переработать от твердокоммунальных отходов и опустить этот мешочек с вторсырьем в наш контейнер. Вот и все. А дальше мы заберем его на сортировку и переработку. И у этого мусора обязательно появится шанс на вторую жизнь. Конкурс приурочен ко Всемирному дню рециклинга. Поэтому его цель – решить проблему ограниченности ресурсов и воспитать культуру природосберегающей переработки отходов. Во дворах Новосибирска появляется все больше контейнеров для раздельного сбора ТКО. Также в Вертулинском районе планируют построить мусороперерабатывающий комплекс. Так что есть вероятность, что в скором времени разумное отношение к отходам станет частью нашей жизни.